В день ЧП в доме-жимобике Мухамедьяровой отключился свет. Спустя какое-то время подачу электричества восстановили. В момент включения в бане, расположенной внутри дома, произошло возгорание. Я побежала, смотрю, там пламя, аж вот это пластиковое, не задохнуться можно. Ну что, я думаю, мы сами потушим. Какой сами потушим? Нет. Пока приехала, это как пожарники приехали, все окна выхлустали. Пока вот потушили, пока что, там полностью, вот это все полностью у меня сгорело. Огонь унес практически все, что было в доме. Долгое время пенсионерка жила у дочери. Собрала оставшиеся деньги, дополнительно взяла кредит и начала потихоньку восстанавливать дом. Неожиданностью в этой ситуации стал долг за вывоз мусора, который набежал за тот период, когда жимобике Болгобаевна не проживала в доме. Что было, все-все-все, закладка у меня сгорела. У меня ничего не осталось. Вот, за 70 лет у меня осталось. У меня есть уцена, перенесла сахарный диабет, у меня аж дроз. Орегми и сердце. Где в каждом месте я в больнице лежу. Почти у меня дома не бывает. Вот прислали тысячи сердцов, за что мне платить? Они говорят, не имеет значения. Живете здесь, не живете, платите. Как, за что платить? Разъяснение по этому вопросу нам не предоставили. Телефон компании, занимающейся вывозом мусора, то был занят, то там и вовсе не брали трубку. С жалобой на эту ситуацию пенсионерка намерена обратиться в администрацию. Ну, конечно, должно быть справедливость, а не то, что... Если я здесь не проживала, я как не проживала, не пользовалась. Я как могу платить? Я не буду платить. Пусть что хотят, со мной то и делают. Николай Бараников, Илья Логачев, Служба информации, ТРК «Евразия». Продолжение следует...